Администрация Рязани подтвердила арендировочный срок пуска тепла. В соответствии с прогнозом топить начнут до конца рабочей недели. Так сообщил исполняющий обязанности замглавы администрации Рязани Андрей Ульянов на пресс-конференции. Что касается Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей, то им подготовлено к зиме центральных тепловых пунктов 125 и 74 котельных. Также выполнен ремонт 12 единиц котлов и 41 единица насосного оборудования. Еще раз отмечу, что это составляет 100% от плана. Не менее важным этапом подготовки к топительному сезону также являлась подготовка тепловых сетей. Также нашего предприятия тепловых сетей и Дягилевской ТЭЦ. Здесь также были запланированы определенные объемы, которые предусматривались финансовым планом предприятия. Все они были выполнены полностью. Также была реконструирована часть участка по проезду Яблочка, частично затрагивала Зубкова улицу. Эти работы также были выполнены на сегодняшний день. В общем-то надежность обеспечена. Жилые дома и объекты соцсферы подключат за ближайшие 8 дней. График уже передали управляющим компаниям. При этом абсолютно все дома готовы к пуску тепла. План по подготовке оборудования и ремонту сетей выполнили на 100%. Аварийные службы сработали в должном режиме. Управляющие компании тоже подготовились к сезону. На данный момент, как сообщил чиновник, все работы завершены. Предприятие готово к включению отопления на объекты соцсферы, жилые дома. Разработан график. Он, как и предыдущие два года, включает в себя срок 8 дней. Это объекты соцсферы, жилые дома. Из этих 8 дней объекты соцсферы включаются в первые 3 дня. Почему 8 дней? Потому что система очень большая. Набор нагрузки происходит плавно, чтобы нам не сорвать гидравлические удары, не получить, не сорвать пуск. Однако, даже после начала отопительного сезона, многие рязанцы сталкиваются с тем, что в квартирах холодно. Что делать в таком случае? Опыт прошлых лет, когда в случае недостаточного температурного режима или затягивания в пуске тепла, ответственность перепихивали два предприятия друг на друга, ответственных за тепло. Это негативная практика, потому что страдают от этого люди. И у нас дана установка, чтобы предприятия на своем уровне разбирались в этих вопросах, граждане от этого не страдали. Соответственно, производился своевременный перерасчет, если идет какое-то неоказание качественного тепла. И вот надо сказать, что по опыту прошлого года нам показалось, что в том году жалоб при пуске тепла было значительно меньше. В этом году летние испытания выявили на треть больше повреждений, чем в прошлом. Специалисты намеренно давали максимальное давление, чтобы обнаружить и устранить проблемы заранее. Это позволило городу входить в отопительный сезон более уверенно. Задолженность перед поставщиками ресурсов сократилась по сравнению с прошлым годом. И пуску тепла ничто не угрожает.